сегодня проведу тесты на глинке ангелиза то есть мастера лизы шевченко которая самостоятельно варит глину и в соотношениях тоже с modern clay то есть той глинке которая в принципе доступна на просторах интернета посмотрю разные соотношения как она себя ведет и какие дают результаты использовать я для тесто буду также ее же вайнер производства ее это вайнер розы вы можете посмотреть какая фактура у этого вайнера лепестка и пользоваться буду катерами цветоделика арт так как я не имею катера именно к этой к этому лепестку розы хочу также напомнить девочкам которые у меня в группе в телеграм-канале закрытой телеграм-канала когда вы будете заказывать либо глинку либо какие-то инструменты у этих мастером цветоделики арт и также ангелизы помните о промокоде о наших скидках не забывайте прописывать их или с ними списываться и договариваться первым делом распечатываем глинку обрезаю я как можно ближе к тому где она была запечатана и впоследствии чтобы хранить в этом пакетике и иметь такую возможность немного подвернуть его чтобы пинка последствий не подсыхала но так как чтобы не шуршал пакет лишний раз я сделаю это без видимости ну и первое что я могу сказать взяв в руки глинку вот клинка ангелиза софт она довольно таки мягкая приятная на ощупь мы еще посмотрим естественно как она будет в деле ангелиза для лепестков такая уже более жесткая чувствуется что ну в принципе форму должна держать лепестки и это нам необходимо про модерн клей нет как бы такой необходимости рассказывать и так я уже распечатала эту глинку открыла что могу сказать мне в принципе консистенция нравится такая вот жестко которые как раз таки я работаю если вы не работаете с такой тугой глинкой то можно в принципе лизу попросить чтобы она сделала более мягкую но я считаю что для лепестков чтобы они держали форму это самая вот оптимальная жесткость глинки так на тактильное ощущение довольно таки очень приятное но могу сказать в какой-то степени даже похоже на мою глинку которую я варю но естественно у меня не производственная как бы рецепт поэтому еще не могу ничего сказать что какой будет результат последствиям и посуды с вами так сейчас я распечатаю эту и покажу итак распечатала я софт что могу сказать но интересные такие ощущения у меня тактильные ну во первых она очень мягкая наверняка потому что очень свежая потом в принципе она на ощупь мне не напоминает никакую вот китайскую глину совершенно в плане допустим то которая у меня есть она более какая-то резиновая а это такая как бы немножко подлипает потому что она свежая но она чуть-чуть издалека где-то напоминает чуть-чуть модену со но очень-очень далековато но на китайскую которая вот как резиновая она совершенно не похожа ну может быть и где-то на crafters clay но может быть не до конца такая белесая как crafters clay но и этого тоже не столь необходимо потому что не все цветы нуждаются в такой сильной забеленности белесости поэтому как бы софт она тоже нам необходимо в таком вот молочном цвете и так сейчас приготовим с вами пропорции смешаем и попробуем сделать оттиски лепесточков первый вариант конечно же я хочу самостоятельно и вот сделать лепесточек самостоятельной глинке именно для лепестков воспользуюсь я файликом и первое что я раскатаю несколько вариантов раскатки будет сейчас я буду раскатывать на восьмерочки из 9 то есть это будет почти тонкая девятка меня самая тонкая не раскатаю на восьмерочки ну и вот и раскатала прозрачность имеет такую вот неплохую так теперь сделаю вырубки начну с маленького если допустим девочки у вас есть какие-либо вайнеры а к ним нет катеров то знаете о том что у они крахина можно заказать специально именно для под свои вайнеры именно катеры она этим тоже занимается поэтому можете попросить ее об этом естественно сделала предварительно свои размеры обсудив с ней это так сначала посмотрим какой результат будет именно из чистой этой глинки немножко ее подветрю потому что она довольно таки свежая как подветрится я вам покажу дальше листик подветрился у меня пару секунд полежал если вы не хотите заветривать лепесточек то вы можете воспользоваться либо тальком либо крахмалом крахмал он если вы попудрите крахмал вайнеры то он возьмет на себя влагу лепестка и лепесток будет более такой упругий и будет держать форму хорошо но тогда лучше всего конечно же тонировать конечно же лучше это будет сухими пастелями потому что краска если будете пользоваться может быть грязь после крахмала так и делаем оттиск я давлю хорошо потому что достаточно заветрила лепесточек прозрачность имеет такой неплохой поэтому конечно же лучше пользоваться еще именно софтом чтобы убирать прозрачность если видно и мы его уложим для того чтобы впоследствии он у нас высох и мы проверим его на ломкость на гибкость и все что можно с ним еще сделать так дальше мы теперь посмотрим в соотношении с софтом возьмем этой глинки один шарик софта третью часть и так на один шарик для лепестков ангелиза я беру софта вот такой маленький шарик смешиваю так какие у меня ощущения при смешивании глина не дает липкости то есть не ощущается как допустим могут быть другие софты которые могут давать зефирные глины но это не дает липкости то есть приятное такое ощущение остается так и теперь мы также раскатаем на восьмерочки так раскатала на восьмерочки немножко уберу и попробуем теперь с зефирной глиной проверяем не не наливали у нас вырезаем прокручивая понемножку убираем лишнее мы спрячем истончаем как обычно и тоже уложу его для того чтобы он обветрился и потом покажу результат немного заветрился теперь продолжаем немножко подтягиваем чтобы принял правильную форму кисточек это еще и станчит больше видно уже что нет такой прозрачности лепестка фактуру берет тоже очень хорошо и более выраженная за счет того что он белее становится и более виднее фактуру здесь тоже фактура довольно таки неплохая но он более прозрачный поэтому как бы фактура смазывается а на белом лепестке довольно таки более видна фактура оставляем его на просушку и следующий вариант у меня будет смеси с модерн клай для того чтобы увидеть как они работают совместно ну и на обычную нашу модерн клай глинку и она видно что чуть-чуть белее чем для лепестков ангелиза ну так не настолько как бы критически я беру ангелизу для лепестков в равных пропорциях с ангелизой софт ну и именно модерн клай немножко больше и смешиваю все три глинки смотрим как то есть ничего не портится ничего не меняется настолько чтобы критично было немножко могу сказать прилипает к пальцам есть такое может быть просто это уже ручки мои не смазаны кремом давно то есть уже крем впитался в ту глинку так мы попробуем сейчас также раскатать на восьмерочки и потом я вам покажу и снова делаем вырубку нам могу сказать что это как говорится не панацея именно такие пропорции делать на какие-то лепестки все будет делаться для любого цветка свой замес для этого нам нужны пробники без пробников нам никуда пробник нам необходим как обычной глины как она ведет себя в чистом виде как она ведет себя именно зефирной глиной и потом уже в смеси какие-то другие глинки это уже там нужно делать разные пропорции подписывать и искать себе тот вариант который мог бы подойти также необходимо немного времени чтобы проверить как она будет вести себя допустим через уже слепленный цветок через какое-то время насколько могут объяснить лепестки не объяснить то есть это на все это нужно время а тем более сейчас когда батарея не топится на улице более тепло но и влажность может быть у всех разное получается результат может быть тоже разный лучше всего конечно же на когда сухо в помещении проверять на хрупкость если допустим влажно в помещении лучше проверять над на обвисание но так как у нас вот такой промежуток времени весенний мы проверим пока так как есть и в процессе времени будем смотреть что будет с ними происходить дальше я не смазывала пленочку поэтому уже отлипает с большей трудностью но я говорила и наверное пропорция не совсем правильно у меня потому что нож как пальчиком начала прилипать немножко мягче стало поэтому я чуть-чуть больше дам подветриться нужно будет вымерять пропорции другие для того чтобы сделать правильный замес для лепестков если уже мешать совместно все глинки ну и так заветрился лепесточек сейчас посмотрим на результат я сделаю еще некоторые замесы покажу какие с модерн клай так где результат такой очень нравится как берет фактуру в принципе вообще шикарно блинка такая податливая послушная если подсушить больше ну по форме это надо уже потом смотреть пока только такие тесты и сейчас еще два варианта смешивания сделаем так сейчас я сделаю это модерн клайн и ангелиза софт смешаю их чтобы допустим если будет необходимо замена любой какой-нибудь зафирной глины друг не окажется наше время все что угодно может произойти ну и посмотрим как она себя ведет так присутствует небольшая липкость такая совсем незначительная бы сказала мы попробуем сейчас опять раскатать на восьмерочки раскатала и так помните чтобы пользоваться катерами допустим если такой с фото полимера и вы есть налипание можно пальчиком пройти и снять глинку если немножко налит а а если пластиковые у вас катеры лучше воспользоваться очень жирным кремом ну типа не вея или еще какой-нибудь вас есть очень жирный крем тогда довольно таки не прилипает и хорошо в использовании будет так это у нас с вами модерн клай и сефирная открыла посмотрим на результат как будет себя вести спрячем остальное и также обветрим и после обветривания покажу но я посмотрю еще вместе с вами как она снимается но я снова не смогла зала так немножко проблематичней снимается с пленочки значит сделаем сейчас по-другому другой вариант так я сделаю сейчас другой вариант значит я вытру пленочку маслицем возможно уже впиталась поэтому так себя ведет и сделаем заново нам уже все-таки нужно понять в принципе к пальцам не липнет то есть но вот вы видите до смотрящим сравнивать с модерна и софт крафтерского и дека то есть а если не сравнивать то в принципе неплохой вариант и так раскатываем восьмерочки даже не буду делать так проверяем на наличие липкости если что то есть снимаем ногти ком или пальчиком просто очень свежая у меня и модерн клай очень свежая я не люблю такими свежими мягкими работать но и зефирная она достаточно такая мягкая возможно если она была более такая тугая то по-другому бы было но ничего мы все равно нам нужен результат конечный увидеть а если нужно будет то или си можно заказать чтобы более такую плотную глинку сделала это может быть как индивидуальный заказ поэтому лизонька она может сделать лично для нас по нашему желанию так липкость небольшая все-таки есть но это я думаю что все-таки из-за вот этой вот очень свежести аккуратненько снимаем и опять таки даем заветриться ну вот так заветрился можно будет конечно потом сделать еще пробу допустим если присыпать крахмалом или тальком тоже посмотреть на результат как будет себя вести насколько оттиски какие будут потому что это все равно какой-то свой дает нюанс мне допустим с крахмалом тоже очень нравится работать если сильно такой нет необходимости тонировки масляной то она довольно таки дает бархатистую именно бархатистую поверхность прям с переливом если это картофельный крахмал и высший маркетом поэтому мне очень нравится потому что впитывает влагу лепесток становится более плотным и сразу буквально держит форму ну и поверхность такая прям переливается так это у нас модерн клай и ангелиза софт в принципе неплохо уже даже сняла и форму держит тоже видно фактура очень классная фактура если бы говорить по фактуре то если чисто вот брать лепестков она за счет прозрачности немножко смазывается фактура а если с добавлением софт просто идеальная так и теперь хочу смешать модерн клай и для лепестков без модерн и софт как они вместе будут в сочетании и какая будет прозрачность ну и вот на вот такой шарик модерн клай ну третью часть можно сказать вот этой для лепестков ангелизы начинаем смешивать не она понравилась даже тактильно почему потому что она такая тугая я привыкла с тугой глины работать не очень нравится с тугой глины работать с мягкой это проблематично потому что форму не держит то липнет и тяжело особенно когда спешишь то именно вот такая глинка тугая она более как бы идет ну легче работать потому что при липаний никаких нет так ну вот мы смешали тягучесть хорошая и сейчас также на восьмерочки раскаталась на восьмерочки сейчас посмотрим это у нас для лепестков третья часть и модерн клай принципе даже вот снимается лучше пленочка открывается не прилипая как вы видите просто при вас все это делаю чтобы вы все это видели насколько она в работе все нюансы будут разные я буду делать разные эксперименты с разными пропорциями с разными возможно даже лепестками потому что очень интересно нам хочется знать какие пропорции будут идти на какие лепестки так вот плане прилипания пленочки немножко есть аккуратненько снимать естественно заветриваю ну и пробуем укладываем можно спонжиком воспользоваться я уже так чисто для эксперимента только поддеть теперь нужно фактура хорошо берется немножко порвала но это на данный момент моя проблема немножко потянулась силой и откладываем его также подсохнуть но я думаю все таки для сравнения чтобы был еще отдельный лепесточек взять именно обычного модерна чтобы потом уже показать в сравнении сейчас небольшой кусочек возьму тоже раскатая на восьмерочке и покажу ну вот на восьмерочке раскатала чистый модерн клай все-таки нам сравнение нужно смотреть это же видно что очень-очень свежая глинка и она просто липнет даже вот к самой пленке поэтому сказать что это чисто ангеле залипнет этого не скажешь все таки все зависит еще и от модерна насколько он свежий так проверяем пальчиком немножко на либо убираем лишние и делаем горбку обычно вот пожалуйста он даже вот модерн обычный от пленки его не отодрать поэтому вот как раз таки и результат вам что это не сама как говорится ангелиза виновата это вот еще модерн такой очень свежий очень хорошо что я сделала этот тест на данный момент сейчас поэтому нужно каждый каждую глинку в отдельности значит мы начали с проверки чистой глинки лепестков ангелизы и закончим чистой глинкой именно модерн он даже открыть могут а что это такое о чтоб не мучить вас я включу когда достану и обветрю нет все таки я вам покажу как под открывается сама вот пленочка и как будет сниматься как видите модерн он очень свежая глинка поэтому такой вот результат не люблю я с такой работать вообще просто просто не люблю нужно дать ей просто немножко обветрится и потом уже пытаться снимать либо брать на салфеточку вот так вот укладывать и будет легче снимать но я все равно не люблю с такой глинкой работать я люблю работать с более такой тугой заветренной чтобы вот так вот не стараться тратить зря время ну и пусть заветрится и сделаем даже пальцем прилипает сделаем оттиски положим на свое место в ожидании результата и так попробуем и уже немножко заветрило конечно совсем немножко это самостоятельно модерн клай тоже фактуру все глинки берут неплохо фактура хорошего этого вайнера поэтому если кому нужно еще более фактурный вайнер лиза говорила что у нее есть еще более крупный лепесток это семь с половиной сантиметров а у нее там есть около 9 или 9 даже но с очень такой сильной фактурой можете и написать девочки спросить она вам ответит и покажет по фотографии и так значит я сейчас подпишу их оставлю на высыхание и следующее видео я покажу уже результаты сравним с вами результаты но выяснилось что липкость зависит от очень свежего модерн клайд то что я не люблю очень свежий поэтому нужно выложить пачечку пусть она немножко обветрится здесь на без герметической упаковочке плане того чтобы не никуда не буду закрывать укутаю просто она полежит меня наверху поэтому будут следующие видео очень много будет видео у меня с разными тестами с разными глинками хочу еще попробовать тестировать лизину стой клей номер один также буду тестировать в соотношении все между собой глинки смешивать показывать результаты поэтому девочки следите за новостями подписывайтесь и будем проводить опыт и с вами